Салют всем, с вами Мастхед. Давно меня не было, целых две недели. Новый дайджест, новый дайджест, много новиночек, ну, не прям, конечно, суперских, но интересных. Прическа пиздатая, а? Заебись. Бомба. Начинаем. Опа, кого-то хлопнули, братан. Джубилий Милевская, проблема. Дебют тоже в реакциях, ну, типа, я никогда не делал до этого. Ну, интересно, интересно, тем более пятница была не такой насыщенной, поэтому, ну, в дайджесте почему бы и нет. Давайте, let's go. Блин, ну, типа, про соус и кисло-сладкий, ну, про кисло-сладкий соус было, типа, ну, такое. Про дамы и карты было интересно. Ну, так, типа, пока что, ну, такое. Чувствуется вот это вот баттловое все-таки в Джубили, да, вот в таких треках он может выдавать. Тут вот, вот эта вот тема, да, по поводу, вот, эти пиздюки сидят на конторактах, рубят бабки и прочее. На таком он может выдавать, потому что, ну, он все-таки являлся баттл-рэпером, и, в принципе, я думаю, он готов залететь на Версус, если ему сейчас предложат кого-то интересного. И в этом вот, ну, он может интересное писать. Ну, конечно, бля, про кисло-сладкий было как-то немного, ну, банально, что ли. У меня проблема, эй, чушься проблема, бабла до неба, бабла до неба, разве это проблема? Выручи меня, я хочу все потратить это. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-й Как пиноколада Я поделилась с тобой Ты хотел отодрать Её сучка прилипла как сахар Бля, ну типа куплет Милевской слабый же, нет? Типа, не знаю, мне Как-то вот Я слушаю джубили И вот он звучит, да? Здесь прям слышно, когда тейки записывались Я вот прям чувствую какую-то неопытность Хотя же, ну она пиздец Давно треки пишет Ну года три, наверное, точно Если не больше Ну чё-то, бля, как-то Не знаю, мне не понравился этот куплет Короче Что могу сказать Как по мне, это слабый трек Мне не нравится здесь припев Я когда ещё увидел его в тиктоке Бля, тиктоке от джубили Это вообще, это отдельная тема Для видосов Ну как-то это не очень неловко звучало Ну типа Не знаю, для меня это выглядело немного кринжово И припев, ну мне не нравится Просто по структуре Бабла до неба, помоги потратить это Ну как-то немного не то Не круто звучит Куплета Милевская мне совершенно не понравилась Ну типа куплет как куплет Ничего особенного, ничем не зацепило Единственное, ну вот начало Первый куплет, собственно, от джубиля Перед припевом было что-то интересное Было пару интересных строчек Ну так этот трек меня вообще не зацепило Типа Какой бы симпатичной Милевская ни была Но это, бля, это шестёрка Шестёрка Телли Грейв дропнул новиночку В-12 Чё-то я не помню Вот после Триши вообще у него чё-то выходило У него же вот вышел альбом тогда Я не помню, это было правда до Триши А, нет, Триша была на альбоме А Триша вышла до И по-моему после альбома он ничего и не выпускал Кроме там бифов с Роузи, да И с Тейпом Ничего особо интересного не было Ну вот рычок В-12, летс го Это дрил или что? Я не могу пока по сэмплу понять Бля, это же сэмпл из это ВУПИ Бля, короче, вот это вот тема Это типа ремиксы что ли? Интересно Мне нравится этот биток Здесь сэмпл, конечно, пизда А, нет, мне нравится Я устал, а у тебя был свой план Каждый мой брат держит с собой чап Поделись, не мог в тебя музыки стать В-12, рэйс, а, твой гэнг Гэйс, а вся моя пацан, ниги, стрей О, я постал, люди вянуки, клеи О, vision, сука, у меня есть vision О, mission, о, вся моя псором, а mission О, мы будем ваше, а, ты к этой шлячь Вовки в дюнзах, май, кумев Болуус крикен, было, во, хайпен А, волка, я сакан, кейс, драгон Бля, ну я все равно слышу на этом сэмпле CJ, да, у него ник-найм. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, бля, ну там, конечно, трючок ебейший, там прям дрелок такой, бля. Окей. Мне вот тут не понравилось, ну-ка, стоять там, по-моему, немного... Ну, немного, бля, вызвало у меня, конечно, ну что-то, прям вот я почувствовал, что что-то не так, как-то немного попал, ну не знаю. Не особо мне понравилось, как он залетел вот тут. Витвелф, рейс, рейс. Витвелф это 12-цилиндровый двигатель, V-образный, рейс, фантом. Вот это что за тачка? Это похоже на Феррари. Блин, нихуя не поймешь. Напишись в комментариях, нихуя не понимаемый. Витвелф это 12-цилиндровыйDas. Девочная липочка. Подписывайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Насчет плейлиста, залетит, не залетит, не знаю, но мне понравилось, как это звучит. Поэтому смелая восьмерка и идем дальше. Фенти Глок дропнул альбом, и я что-то такой, ну, наверное, фул реакцию на альбом не буду делать. Потому что, ну, не знаю, что-то, ну, не хочется, мне как-то лень. А вот трючок с майотом, почему бы не взять в даджус? Поэтому давайте послушаем. Тайна? Окей. Дай мне честь себя, я сохраню это в тайне. Моя жизнь как будто фильм, и это не случайность. Берегие заны, я сходу сама, ведь я снова в нирване. Я бросаю все в облаках, это значит, я все еще занят. Дай мне честь себя, я сохраню это в тайне. Моя жизнь как будто фильм, и это не случайность. Берегие заны, я сходу сама, ведь я снова в нирване. Я бросаю все в облаках, это значит, я все еще занят. А если тебе нужен газ, то ты знаешь телефон. Я пишу о том, чем я живу, да я один на миллион. И то парень мне пишет, благодарю Бога, что я не ум. И приведу тебя домой, ты знаешь, что будет потом. Тело все чешется, не вини нас за то, как мы тежимся. Так много давления, если ты хочешь, мы с тобой поделимся. Не рожди месяцы, я все еще предан делу, разумеется. Парень хочет быть наверху, его проблема в том, что он ленится. Я говорю о меди. Блин, ну вот этот стиль, да, мелан-мьюзик, всех вот с этой движухи, типа Джаба вот это, он пиздец, прям теперь узнаваемый. Я понимаю, что они задали новый вектор, да, наверное, трэпа в России, я бы так это сказал. Но при этом теперь, когда ты слушаешь их, ну они прям, ну все, блядь, между собой похожи. Грубо говоря, поменяй голос Артурчика на голос Джаба, ничего не поменяется, кроме голоса. И в этом, наверное, есть какая-то проблема. Но звучит пиздато, мне нравится. Из каждого я помню пару моментов, я работаю много, и это все не для аплодисментов. Уголовная ответственность, сейчас в этой изоленте. Я взял ее в воскресенье, уже нету в понедельник. На студии у микрофона, я сливаю душу, я не без денег. Я люблю мамю, камни, как-то мне будет богу на цене. Бля, вот Майют, конечно, выделяется по раскладкам. Вот, по сути-то, по сути, раскладки, они, ну, зачастую повторяются. Но вот интонации, выделяя, вот даже, ну вот, вот это. Речь не о думе. Если бы он сделал это как-то более монотонно, ты бы такой, ну да, ты это слышал. А вот так он более на высоких, да, делает, и, блин, ну вот что-то новенькое. Звучит как-то по-новому, интересно, блядь. Ну, Майют, конечно, пиздец хорош. Мой голос делает меня богатым. Блонды я ложусь, дерьма, лопатым. На мне капли, как штена, я могу накапать. Хочешь, свитоды, три стака на карту. Свой город я уже нанес на карту. На рыбу ставил, все, я азартный. Речь не о школе, но лучшие партии. Дай мне часть. Не, мне понравился порт Майют, я хочу переслушать. Майют, блядь, ну, Майют горячий. Блонды я ложусь, дерьма, лопатым. Мне капли, как штена, я могу накапать. Хочешь, свитоды, три стака на карту. Свой город я уже нанес на карту. На рыбу ставил, все, я азартный. Речь не о школе, но лучшие партии. Ааа, речь не о школе, но лучшие партии. Бля, вот это, ну, ну, кстати, парты, парты. Бля, вот это прикольно. Вот это, вот это, вот это молодец. Вот это, блядь, хорошее, хорошее вордплей. Мне понравился. Дай мне часть себя, я сохраню это в тайне. Моя жизнь как Буддафим, и это не случайно. Берки и заны, я схожу с ума, ведь я снова в нирване. Я проснулся в облаках, это значит, я все еще занят. Если тебе нужен газ, то ты знаешь телефон. Я пишу о том, чем я живу, да я один на миллионе. Твой парень мне пишет, благодарю Бога, что я не он. И приведу тебя домой, ты знаешь, что будет потом. Окей, что могу сказать по этому треку? Мне понравился здесь больше Майот. Ну, типа, Майот он прям, ну, хорошо сделал. Мне, блядь, я не понимаю, как он пишет столько панчлайнов. У него, ну, прям, ну, блядь, есть ощущение, что нескончаемый просто запас. Я слышал уже много его треков, и вот единственная хуйня, с которой он часто повторяется, и здесь, слава богу, не было, это, блядь, про красные глаза. Потому что, ну, вот здесь было, как бы, опять там, про то, что с него капает, как с крана, да, это было, блядь, сотни раз мы слышали на заправке кит, ну, ладно, не сотни раз, пять точно там было. И, ну, типа, ладно. Но при этом есть интересные, типа, про лучшие парты, мы не в школе, но лучшие парты. Допустим, на каком-нибудь акапельном баттле, конечно, сказали, ну, ну, это слабо. Но при этом в трепе, в таком треке, услышать это, это круто. Я поставлю девять этому треку. Мне нравится звучание. Мне не особо понравился куплет Фенди Глока. Я, ну, типа, немного он показался мне слабым его панчлайном и по тексту. Ну, вот по смыслу что-то еще было интересное. Ну, я тут уже, как бы, придираюсь, но не хватило мне. Вот моё, типа, он прям выдал. Вот есть эти строчки про парты, и ты такой, блядь, ну, как же ты хорош. Поэтому хорошая девяточка плотная, типа, но не хватило чуть-чуть до десяточки. А так трек пиздатый, мне нравится. Не, ну и тоже дебют, дебют, не делал еще реакции, лил Дракхилл, связь. Давайте послушаем. Пиздатая, кстати, обложка. Бенедикт, по-моему, делал, да? Так же, как и Фенди Глоку. Эээ, прикольно. Вот эта вот 3D темка, это, блядь, интересно. А, ну, окей. Сэмпл мне нравится пиздатый. Но я слишком сложен. Стоп. Блядь. Ммм. Ммм. Стрелой из лук убрал химия. Ну да, я ждал немного другой раскладки, чуть более быстрый. Но он сделал тоже интересный. Ну, потому что вот то, как он начал, мне не особо понравилось, как он разложился и, в принципе, по тексту. Я ждал, что вот, ну, вот тут у меня наклевывается, по крайней мере, раскладка, которую можно пиздато протараторить. Ну, не прям протараторить, но она интересная. Он выбрал немножко другую, но плюс-минус хотя бы поменял. Это, ну, похоже на то, что я хотел. Ой, чё могу сказать по этому треку? Блядь, для меня вот... Ну, ничем не выделяется, честно. Я вот слушаю и, ну, обычный трек. Нет вот какой-то изюминки. Я не заценил ничего в тексте пиздатого. Ну, типа, за что бы я зацепился? Ну, даже взять тот же, того же Майота, у которого лучшие парты, и ты такой, ммм, блядь, ну, это прикольно. Здесь не было вот какой-то строчки, чтобы я такой, ммм, блядь, это прикольно, это надо подумать. Мне не хватило панчлайнов в тексте. Мне не хватило... Пиздатости, нет. Правильной поданности, правильной подачи истории, чтобы вот прям пиздато она была подана. Как-то, ну, обо всём и ни о чём. Я с ними связан, ну, связь. Хуй знает. Короче, я поставлю семёрку, потому что по звучанию, в принципе, неплохо, но для меня это вот, ну, типа, обычный трэп. Ничем не выделяется. Поэтому вот так вот. Напишите своё мнение по поводу всех этих треков в комментариях. Кому что понравилось, кому что не понравилось, будет интересно это почитать. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Заходите в описание, там есть ссылочки на мои соцсети, подписывайтесь на них. Ну, а с вами был Мастхед. Я постараюсь больше не пропадать. Всем удачи и всем пока.